Делегация ЦИК Абхазии Делегация ЦИК Абхазии Мы продолжаем рубрику «Ко дню победы в эти дни 28 лет назад». 23 сентября подразделения абхазской армии на Западном фронте продолжили успешное наступление. Освобождены здания средней школы номер 16, бывшего Сухумского райкома партии, второй поликлиники, кондитерской фабрики, завода газовой аппаратуры, химзавода и Сухумской телефонной станции. Абхазские бойцы приостановились на старопоселковом направлении на подступах к зданию строительного треста номер 6, а на новорайонском направлении УПТУ, малого рынка и семейного общежития. Освобождена Сухумская гора и фуникулер. В это время на Восточном фронте 6-тысячная группировка противника, усиленная многочисленной бронетехникой и артиллерией, пошла на прорыв со стороны Ущемчиры по направлению к городу Сухум. Наиболее тяжелые бои проходили в районе села Тамыша, Нуарху и Кындых. Но все же, благодаря стойкости наших бойцов, противник не смог прорвать оборону абхазской армии. 1438 декларантов самостоятельно и своевременно внесли в специально разработанную программу сведения о доходах и расходах. 351 организация не опубликовала сведения о декларантов. Об этом сообщил на совещании в правительстве министр по налогам и сборам Джансух Нанба. В соответствии с законом о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами. Сведения с оригиналов декларации за отчетный 2020 год декларантов и членовых семей должны были быть опубликованы на сайте Министерства по налогам и сборам до 30 июля текущего года. С 1 августа доступ к правкам или дополнениям программы был закрыт в соответствии с нормами. Министерство по налогам и сборам продолжало принимать декларации от организации, однако возможности обнародования сведений у ведомства нет. Александр Анква поручил вице-премьерам правительства провести встречи с руководством учреждений и организаций курируемых сфер провести разъяснительную работу, чтобы завершить процесс сдачи декларации в МНС. В Москве состоялся ряд рабочих встреч вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. В администрации президента прошли консультации по программе социально-экономического развития Абхазии и встреча с замминистра энергетики Евгением Грабчаком. Также с представителями акционерного общества «Газпромпромгаз» обсуждался вопрос разработки генеральной схемы газоснабжения и газификации Абхазии. Кристина Озган и замглавы администрации президента Валерий Пабба в рамках рабочего визита в Москву встретились с потенциальным инвестором проекта реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры международного аэропорта Суху. Провели консультации по возобновлению авиасообщения. В контексте консультации в Минэкономразвитии Кристина Озган и замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач обсудили вопросы, касающиеся программы гармонизации законодательств двух стран, а также вопросы инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы. Делегация ЦИК Абхазии во главе с председателем Тамазом Гоги участвовала в выборах в Государственную Думу России в качестве международных наблюдателей. В интервью нашей программе Тамаз Гоги рассказал о ходе выборов, о том, какие в рамках поездки состоялись встречи и как приняли нашу делегацию в Москве. Репортаж на Алике Трапш. На основании межгосударственного договора между Абхазией и Россией существует соглашение между ЦИК двух государств о сотрудничестве. В рамках этого договора представители ЦИК Абхазии были приглашены в качестве международных наблюдателей на выборах в Госдуму Российской Федерации. Стоит отметить, что жители Абхазии, у которых есть российское гражданство, также могли голосовать на выборах. И ЦИК Абхазии оказывал содействие российскому посольству по мере обращения. А именно, предоставили помещение необходимый инвентарь для голосования. Поездка представителей ЦИК Абхазии в Россию в качестве международных наблюдателей была очень продуктивной, отмечает председатель Центра избиркома Тамаз Гоги. Мы набираемся опытом определенным, для нас это полезно, вы понимаете. Мы изучаем опыт, происходящий в Российской Федерации. Это крупная, огромная держава с огромным мировым значением, имеющая огромные возможности. И поэтому говорить, изобретать велосипед тогда, когда он есть, нет смысла. Поэтому мы обязательно в порядке пытаемся из этого извлечь определенную пользу для себя в прежнюю очередь. Руководство Центральной избирательной комиссии очень с пониманием к этому относится. Я вам скажу, что на личной встрече с ней мы еще раз подтвердили взаимное желание приглашать наших сотрудников для обмена опытом определенным, получения знаний каких-то, получения определенной информации, консультации, если такое необходимо. Впервые в этом году выборы кандидатов в Госдуму проходили три дня. Это было сделано для того, чтобы во время пандемии на избирательных участках не было больших очередей. Помимо этого было и нововведение этой парламентской кампании – онлайн-голосование. Как отмечает председатель ЦИК Абхазии Томас Гоги, выборы в Российскую Госдуму были очень хорошо организованы. Большое внимание было уделено делегации ЦИК Абхазии, которая приняла участие в официальной встрече с председателем ЦИК России. Мы проговорили наше участие на ее пресс-конференциях, на ее брифингах, непосредственно, на которых она приняла активность. Мало того, мы попытались нашей делегации, во всяком случае, обозначиться на этих выборах, потому что, вы знаете, огромное количество прессы было приковано к данным выборам. Некоторые европейские страны осуждали данное действие, не признали, как вам известно. А участие Республики Абхазии в качестве международного проблем, на наш взгляд, это имеет не просто какое-то определенное, но и политическое значение больше для нас. Кроме того, делегация ЦИК Абхазии посетила Общественную палату России, которая осуществляла общественный контроль за ходом голосования. Непосредственно посетили избирательные участки, следили за ходом голосования. Мы непосредственно контактировали с руководителями избирательных участков. Мало того, я вам должен сказать, мало того, мы даже вмешались в процесс, в каком плане, то есть, как международного, к нам с жалобой обратились представители России, но одновременно Абхазии, у которых было возникло небольшое затруднение в голосовании, да. Мы каким-то образом вмешались, каким-то образом пытались в этом. Я вам скажу, что достойна Российская Федерация, независимо от того, не препятствовала никак и попыталась разъяснить и указать, мало того, представить соответствующий документ. И если некоторые считали, что от этого просто так отнекиваются, заставляют кого-то, принуждают или невзирают, нет, этого не было. Процесс, конечно, очень интересный. Я должен вам сказать, что в этот процесс привлечено огромное количество волонтеров. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 8-го созыва проходили с 17 по 19 сентября. По итогам голосования на выборах уверенную победу одержала партия «Единая Россия», набрав подавляющее большинство голосов избирателей. Алика Трапшес-Магуландзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В новом Афоне в пруду городского парка обнаружено тело разыскиваемого с 15 сентября жителя Мурманска Ковалева Дмитрия Александровича 1985 года рождения. Спасатели получили сообщение об обнаружении утопленника утром 23 сентября. Причины произошедшего устанавливаются. К другим новостям. В республиканской больнице прошла онлайн-конференция абхазских медиков с доктором медицинских наук, профессором, одним из ведущих экспертов по коронавирусной инфекции в России, Сергеем Царенко. В ней приняли участие медики амбулаторного и стационарного звена, главврачи-реаниматологи, заведующие отделениями, ЛПУ, специалисты Минздрава и врачи Российского мобильного военного госпиталя. В рамках мероприятия участники обсудили тактику ведения и лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Особое внимание Сергей Царенко уделил вакцинации. Он подчеркнул необходимость прививки от COVID-19. Планируется провести такие же конференции по педиатрии и акушерской гинекологической помощи. Специалисты Севастопольского государственного университета, Института Востоковедения, Российской академии науки, Абхазского государственного музея начали создание цифровых копий уникальных храмов византийского периода и виртуальной экспозиции музея. В ходе международных абхазо-российских исследований созданы первые цифровые двойники, трехмерные модели прекрасно сохранившихся христианских храмов византийского периода, относящихся к VI и X векам, а также цифровые копии предметов из коллекции Абхазского государственного музея для создания цифровой экспозиции. Не быть безразличным к своей стране, городу и улице, сделать место, где живешь красивым, чистым и уютным под силу каждому. Хотя некоторые горожане совершенно не следят за чистотой в своем подъезде, дворе или улице. Однако есть и те, кто прилагает немало усилий, чтобы вокруг их дома был порядок. Об этом наш следующий репортаж. Там, где я живу, должна быть красота и чистота. И это зависит в первую очередь от меня. Девиз Светланы Думава, жительница столицы, с гордостью рассказывает и показывает растения, которые она и ее соседи посадили и вырастили совместными усилиями. Сирень, роза, астра, жасмин, агава и еще много других прекрасных растений, создающих уют и красоту, можно увидеть у этого дома на одной из центральных улиц Цухума. Во дворе жители своими силами смастерили лавочки и сделали небольшой ремонт в подъезде. Жильцы вместе подметают двор, косят траву, делают обрезку деревьев, начиная от улицы Калмыкова до Чачба. В общем, наводят чистоту вокруг своего большого многоэтажного и многоподъездного дома. Выйти на улицу, взять веники, подмести возле своего дома не стыдно, говорит Светлана. Каждый должен начать с себя, со своего подъезда, лестничной клетки, со своего двора. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где и не ссорят. Пусть убирают около себя. Да, администрация сейчас шикарно делает. Я всегда хожу по набережной. Я эту чистоту девочки ждала 30 лет. А вот сейчас хожу с удовольствием и удовольствие получаю. К сожалению, далеко не все следуют примеру Светланы и ее соседей. Зачастую состояние подъездов и дворов оставляет желать лучшего. Некоторым бывает сложно просто подмести у своей квартиры, не говоря уже о подъезде. Конечно, есть подъезды очень хорошо, красиво убраны и ремонт сделаны. А есть такие подъезды, просто стыдно заходить. За 30 лет, неужели люди не могут свой подъезд порядок привести? Я хочу сказать, некоторые обидятся, наверное, но пусть не обижаются, пусть около себя прошу очень. Они мне здесь около себя знают все, что мы делаем. Пусть каждый так сделает и будет красивый город у нас, чистый будет. Мы заглянули в столичные дворы и подъезды. И действительно, состояние многих лестничных площадок просто удручает. Люди, не думая, выбрасывают окурок или любой другой мусор. В подъезде, спускаясь по лестнице и во дворе под окнами своего же дома. И даже не задумываются убрать за собой. А ведь чистота у своего дома в первую очередь – это уважение к себе. Ведь живем, пользуемся. Вот и надо все, наверное, делать уважительно ко всем. В первую очередь к себе. Сколько возможно, столько. Если жнех тоже помогают – спасибо. Но если мы можем, конечно, тоже должны. С позицией несознательных граждан не справятся даже сотни дворников и коммунальных служб. Так все же, в чем причина? В безответственности, в экологической безграмотности, неуважении друг к другу, в банальном безразличии или нелюбви к родному городу. Кугуца в Ардане, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. С начала года российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли более 9 миллионов человек и около 2 миллионов транспортных средств. Это в 4 раза больше, чем по сравнению с прошлыми годами. Об этом сообщает погрануправление ФСБ России по Краснодарскому краю. На границе с Абхазией пассажирский трафик в сутки достигает 49 тысяч человек и 9,5 тысяч транспортных средств. Торговому дому «Рубин» исполнилось 16 лет. К этой дате приурочено открытие крупного торгового центра в Сухуми «Рубин Маркет». С предложенным в магазине ассортиментом товаров и услуг ознакомилась наш корреспондент Амандо Пония. В этом году магазину «Рубин» исполнилось 16 лет. Таких магазинов в Абхазии много. Есть в Агудзере, Гагре, Гудауте и несколько в Сухуми. Но недавно в честь своего дня рождения они открыли один из самых больших и девятый по счету – магазин «Рубин». «Рубин Маркет» – это один из самых больших магазинов торгового дома. Самый большой проект – 2500 квадратов торговой площади. Мы здесь разместили большой ассортимент товарных групп для ремонта, для дома, для интерьера и строительства. В этом магазине мы попытались учесть все нюансы розничной торговли, сделать какие-то выводы за большой наш опыт работы. Максимально, чтобы было удобно клиенту. Даже по режиму работы мы можем понять, что мы сделали все для того, чтобы было комфортно покупателям. Мы работаем с 8 до 8. У нас магазин самообслуживания. Соответственно, вы можете прийти всей семьей, взять тележку, выбрать по товарным группам то, что вам необходимо, попить у нас кофе и поесть вкусные пироженки. Ввиду того, что все-таки мы делали ставку в магазине на самообслуживание, у нас все построено таким образом, что вы можете с легкостью взять любого из товаров, положить в тележку и, собственно, обойтись без менеджеров. Но, тем не менее, хотелось бы отдельно подчеркнуть наш дружный большой коллектив, который с радостью всегда ответит на все ваши вопросы, поможет, подскажет по ассортименту, по характеристикам. У нас по-прежнему действует кредит, у нас бесплатная доставка по всей республике. С нами просто выгодно и удобно. Свыше 2000 квадратных метров. Это первый магазин с таким размером. Здесь можно купить все как для строительства, так и для дома. Начинает с резв для сада, заканчивая металлопрокатом. Здесь можно купить все. В нашем отделе представлен большой отдел строительных материалов. Также у нас есть услуга бесплатной доставки. Приходите к нам, мы будем вам рады. Мы с радостью поможем вам подобрать именно то, что вам нужно. Хотим напомнить нашим покупателям, что еще у торгового дома Рубин есть наш интернет-магазин. Это очень удобно. Можно делать покупки прямо с дивана. Выбирайте, оплачивайте, мы вам доставляем бесплатно. Наша съемочная команда поздравляет торговый дом Рубин с днем рождения и с открытием такого большого и удобного магазина. Чемпионат по футболу в Африке в рамках Канифа Африка пройдет с 13 по 25 ноября в Занзибаре, сообщается на официальной странице организации в Твиттер. Ранее планировалось проведение чемпионата летом, но из-за ситуации с коронавирусом мероприятие было отложено. В июне этого года также должен был состояться чемпионат Европы по футболу Канифа 2021 года во французском городе Ницца. В турнире должна была принимать участие сборная Абхазии, однако турнир отменили из-за ситуации с коронавирусом. В 2016 году чемпионат мира по футболу Канифа проходил в Абхазии, и тогда национальная сборная Абхазии стала победителем. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. Канифа объединяет сборные по футболу стран автономии, официально не вошедших в состав FIFA и насчитывает более 25 команд. С 25 по 28 сентября состоятся матчи 15 тура третьего этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. 25 сентября в Сухуме встречаются Сухумский Нарт и Ткварчалский Шахтер. 26 сентября в Галле встретятся Галский Самурзакан и Гудаутская Рица. 27 сентября в Гагре состоится матч между Гагрой и Афоном. 28 сентября в поселке Цендрипш сыграют команды САДЗ и Сухумский Динамо. Начало матчей в 16 часов. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения, в Система спорта и в соцсетях. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра в пятницу 24 сентября в Абхазии ожидается облачная погода временами дождь, местами переходящей в ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью 10-15, днем 15-20 градусов, температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова